Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о фруктовой кожуре. Начнем с кожуры киви. Кожура отличается повышенным содержанием клетчатки – 70-75% общего количества в плоде. Этот нутриент снижает холестерин, тормозя развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кожура киви ценна для сидящих на диете. Изобилие клетчатки чистит желудочно-кишечный тракт, помогает пищеварению. Она наделена легким слабительным эффектом. Наукой установлено, что кожура помогает излечить дисбактериоз, уничтожая стафилококковую палочку. Кожура киви содержит витамин К. Его основная функция – регулирование свертываний крови. Также он необходим в усвоении кальция. Кремний необходим для твердости костей и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Медь способствует образованию коллагена. А кобальт регулирует многие процессы нервной системы, нормализует обмен веществ. Наружная кожура манго обладает большей концентрацией некоторых веществ. Она содержит полифенолы – антиоксидантные соединения, которые нейтрализуют свободные радикалы, защищают клетки от повреждения. Каротиноиды укрепляют иммунитет, замедляют процессы старения, предотвращают развитие онкологии. Витамин С способствует доставке кислородов клеткам, участвует в синтезе коллагена. Витамин Е замедляет процесс старения, активизирует кровоток. Как же можно использовать кожуру фруктов, которая периодически скапливается дома? Итак, бесценную фруктовую кожуру мы посушили и теперь складываем в мельницу. Перемалываем фруктовую кожуру в муку. Ну а теперь нашу муку нужно хорошенько просеять, чтобы не было крупных частиц. Теперь к небольшому количеству нашей муки мы добавляем обычную муку, отруби, подсаливаем. Добавляем также минеральную воду, поскольку сода вызывает быстрое сгорание в организме и старение. И делаем блинное тесто. Таким образом, фруктовую муку можно добавлять в выпечку. В университете Квинсленда, Австралия, было проведено исследование, результаты которого показали, что в манговой оболочке присутствуют особые фитонутриенты, способные подавлять процессы отложения липидов и расщеплять жировые клетки. Поэтому выпечку, в которую мы добавляем фруктовую кожуру и содержащую большое количество клетчатки, не будет так вредно воздействовать на наш организм. Если у вас нет мельницы, то можно использовать обычную кофемолку. Образовавшуюся муку точно так же просеиваем через сито. Для изготовления конфет мне потребовалась большая глубокая тарелка фруктовой кожуры, а также 3-4 столовых ложки меда. В наше фруктовое тесто добавляем пару рюмок бальзама, на ваше усмотрение. Он добавит полезности нашим конфетам. Теперь остается все тщательно вымешать, и наша фруктовая масса готова к формированию конфет. Начинаем формовать шарики, которые мы будем обваливать в кокосовой стружке. И так мы делаем, пока не используем все наше тесто. Эти конфеты создадут вам длительное чувство сытости, улучшенное переваривание пищи, активизация перистальтики кишечника, очищение от шлаков и токсинов, снижение уровня вредного холестерина, уменьшение риска сердечно-сосудистых болезней, избавление от лишних жировых отложений, контроль массы тела, регуляция количества глюкозы в крови, оздоровление кишечной микрофлоры. Подведем итог. Не стоит выбрасывать столь ценный продукт, который может оказать большую пользу нашему организму. Продолжение следует...